Чиновники лидировали оба периода и после сирены на табло красовался счет 9-8. Самое главное в этом матче то, что обычные ребята не побоялись противостоять чиновникам, большинство из которых довольно хорошо играют в хоккей. Но все же для подстраховки сборная ЧТЗ в капитана позвала действующего игрока трактора. Конечно было интересно поиграть, особенно в команде ребят, вернуться в это время, то есть когда сам еще играл, помню, за дворовую команду, за Кременку, было интересно, весело, такой интересный матч, проявили характер, в конце сравняли. Трибуны не перестают гудеть, на льду решающая серия буллитов. 9 голов забили, 8 пропустили, по-моему все довольны. Самое главное праздник удался и вы видели как много детей. Вот седьмой год, как мы возродили этот праздник, на ЧТЗ у нас золотую шайбу, этот турнир. И мне кажется, с каждым годом команд все больше. В следующем году больше будет не только действующих команд, но и районов. Турнир «Золотая шайба» будет общегородским. С этого года мы возрождаем городской турнир «Золотая шайба». Это будет именно турнир дворовых команд, где будут участвовать ребята, которые не имеют возможности заниматься в спортивной школе. Таких ребят очень много, это дорогое удовольствие играть в хоккей. И вот сейчас мы подарили несколько комплектов формы ребятам, для того, чтобы у них такая возможность была. И если в этом году в турнире участвовало 13 команд, то в следующем, как надеются организаторы, их будет намного больше. Юлия Анфалова, Андрей Зинченко, СТС, Челябинск.